Так, большое спасибо за донат, аноним подписано, но текст доната такой, без очереди, знакомые челы клип сняли, всей группой собрали тебе на стрим закинуть, во, капец, ребят, приятно, мое почтение, надеюсь, это и правда так, ля тут жесть, мрачные тексты. Я боюсь, что она умрет, ночами я чувствую, пальцы бьет, я боюсь, что не станет друг нас, любящийся сердце огонь трогать, я боюсь, что сон-то сгорит, а небо красиво почувствует стыд, я боюсь, что звезды в грунт, червяющие тяпы по нас упадут. Я не знаю, почему я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь. Вот, он авторский. То есть, я так думаю, что это все-таки, ну, не пост-ирония, то есть, типа, с серьезным таким очень, типа, мрачным посылом. Ну, типа, музло такое, скажем так, блядь, специфичное. Вот, ну, во-первых, бас неслышно, блядь, ребят. Бас, то есть, ну, его нет, судя по всему, басиста неслышный. Бас, я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь, я боюсь. Клип эпичный, ну, типа, вокал не в ритм, почему-то, не в ритм этого и так странного кривого ритма. И, типа, тут никак не оправдать это, ну, там, концептуальной ломаной ритмикой. Блядь, осуждаю! На всякий случай. При этом снято, типа, очень эпично. То есть, Клипан Деппула прям, ну, вполне доставляет. Ну, можно, конечно, сказать, что это этот Форацатльзайн, короче. Но еще раз, в чем прикол? То есть, даже Мега Всратова, типа, там, я не знаю, Мега Всратова музла, типа, группа Гараж Говна, там, короче, какой-нибудь, типа, их песни «Английский чай». Все, ребята, Форацатль хуй найдешь? Я немецкий-то, конечно, знаю, но я заебусь, блядь, слово Форацатль, блядь, сейчас пытаюсь. Ну, как, знаю, блядь, типа, нихуя я его не знаю, но я мог бы это сделать, но я не буду пытаться, блядь. Типа, где песня-то, ёпта? Гараж Говна, английский чай. Пиздец, блядь, не найдешь. Так вот, в целом, бывает, когда такой вот, типа, типа, идёт супер тупой ритм, и под него, и от него уже строится, там, ну, какая-нибудь такая, типа, туповатая песня, которая в целом пиздато звучит, потому что, ну, что-то ещё там, типа, работает, блядь. Где, блядь, пиздец, удалились площадок, что ли, со всех? Не может быть, ребята. Сунул невзначай, хуй в английский чай. Ладно, делаем, короче, ищем оригинал. Группа под названием Пиз, бля, и песня их Фарацатль. То есть это самое похожее музло на... Ну, самое похожее, что я вспомнил из вот такого. Но в чём здесь... То есть здесь, да, там, не знаю, не строят гитара, типа, но здесь есть какой-то, помимо мега тупого ритма, выбор нот, короче, да, который как-то читается, который прикольный по-своему. То есть, не знаю, вот ты идёшь, так, типа... И вот в таком, типа, тупом, короче, тупой панкухе на... Не знаю, на дебитном ритме, если есть чё-то такое, то она будет работать. Когда не читается гитара, и когда... То есть, типа, эмоции какие-то, ну, неестественно утрированные, то, ну, собственно, всё это, блядь, превращается уже не в, там, кринжовую базу, и не в базированный кринж, а, честно, блядь, при всём моём почтении, ну, типа, в кринжовый кринж, вот. И, соответственно, ну, типа, клип снимать рановато, блядь, было. При том, что клип хороший, то есть, когда музло доделаете, вот, типа, такого же клипа, как бы, можно было бы снять. Какой-то ДСБМ. Ну, да, да, вот в чём прикол, что какую бы... Насколько бы всратую музыку ты бы не сделала, всегда найдётся какой-нибудь, типа, чел... То есть, я всегда сам говорил, на каждое говно найдётся свой копрофил. В целом, можно не париться. Если вот так, там, ребятам самим по кайфу, пусть так же и делают. Но вопрос в том, что какой копрофил найдётся, и, ну, типа, тот ли это копрофил, которого, блядь, хотелось бы видеть в лице своих поклонников, да, там, блядь, хуёво сформулировал. То есть, типа, кого ты бы хотел видеть в числе, в рядах, короче, в рядах своих поклонников? Люди, которые вот такую будут музыку слушать, это... Ну, блядь, что должно быть в голове у человека, чтобы ему нравилось, типа? То есть, какие-нибудь даже самые жёсткие, там, типа, блэкари, роу-блэк-металлисты, да, типа, они скажут, ну, чё-то это какой-то, блядь, может, это депрессивно-суицидальная и просто смерть роу, там, жесть какая-то, типа, да? Вот. И, типа, концептуально, там, ещё что-то, ну, то есть, хз, помни, что ты не один. Донаты туда. Номер телефона ты зачем спалил? Будут звонить, блядь. Тролли-хейтеры. Лофайный панк артхаус, то есть, пиздец. Блядь, ну, в целом, да. Так и есть. Здесь это лофай, да. Это панк, да. Артхаус, ну, он есть в клипе. Пиздец ли это? Да. По крайней мере, человек правильно категоризовал жанр. Ну, тогда, не знаю. Может быть, просто я не могу уже выкупить гениальное. Я боюсь, что ты проблёт! Приследение. Я боюсь, что придется уйти. Он будет заболеть, чтобы тебя не спасти. Но просто не сможете спать, но я боюсь. Я не знаю, почему я боюсь. Я не знаю, почему я боюсь. Я не знаю, почему я боюсь. Мои страхи, сборись, я тебя теперь не боюсь. Ну, возможно, учитывая, как звучит современное музло, спустя 10 лет это будет, типа, ну, открытие, гениальный новый жанр и так далее. Люди будут серьёзно разбирать. Честно, я пока что, ну, не выкупил, блядь, честно, гениальность этого произведения, то есть оно... ну, какое-то пиздецовое, блядь. Так, там донатики, блядь, летят, выключенные, ребят, соряюсь. Ну, всё, пидор, попался. Спасибо, попался. А, блядь, нахуй! Ебать, ну... Легенды, легенды... Короче, ну, нельзя настолько срать на, блядь, звук. То есть, я не знаю, может быть, там посыл, типа, в тексте, конечно, какой-то, блядь, гениально важный, но с такой музыкой, похуй вообще-то, с такой музыкой, это просто, блядь, как бы пиздец, как было правильно отмечено. Новый жанр современной, так сказать, отечественной сцены. Ну, в целом, пиздец, это, я думаю, да, это именно тот жанр, который сегодня должен быть актуален по ряду причин. Поэтому, благодарю за донат. Бля, ну, не знаю, что сказать, ребят, типа, успехов, но занимайтесь там как-то музончиком. То есть, если куда-то в панк, то, ну, поиграйте какой-нибудь панк, типа, с каверов, блядь. Все равно надо, нахуй, начать, блядь, ну, чтобы чисто понять вообще, насколько идея и реализация, там, я не знаю, у вас, соответствуют. То есть, в чем вообще кайф сыграть чужую какую-нибудь песню, сделать кавер? По каверу, или, допустим, слушать кавер-версию одной группы на другую. По каверу всегда понятно, насколько, во-первых, чем группа отличается от оригинала, если кавер по-другому сделан, другой аранжировки. А во-вторых, если он так же, допустим, просто один в один сделали, то тоже слышно, насколько хорошо исполнено, насколько хорошо шарят, блядь, чуваки. Насколько они способны повторить другое произведение. Вот, блядь, в этом смысл каверов. Поэтому бахните какой-нибудь там, блядь, чтобы, типа, хуй знает, сыграться, блядь. Три недели вокала на 16 минут. Ну, чем бы дитя, как говорится, не тешилось, как бы это не смешно звучало в контексте депрессивно-суицидального блэк-металла. Ну, спасибо большое, едем дальше.